Всем привет, друзья-товарищи, канал Покемоша Лайф. Сегодня мы познакомимся с особым и весьма интересным вагоном бункерного типа, который называется Хоппер. Вот уже многие десятилетия эти труженики рассекают и все такое. А между тем пассажир, за редким исключением, вообще не шарит. Поэтому пробел в знаниях будем исправлять, в чем нам поможет компания Модемио. Совсем недавно мы изучали редчайшую модель электровоз VL41. Вот. Или даже вот. А теперь Хоппер. Та-рам. Та-рам. Хоппер тут как тут. Пришло время распаковать его. В комплекте сам пациент. Печатная продукция. Картонка. И маленькая собачонка. Нет, не собачонка. Открытка. Хотя это уже спойлер. Давайте по традиции с журнала. Чтобы джентльмен понимал, это уже второй специальный выпуск серии «Наши поезда» от Модемио. В первом был вот такой прекрасный крытый вагон. А сегодня Хоппер-зерновоз. Красивая картинка. Дяденька на крыше загружает зерно. Картинка блестящая, как фотография. Прекрасная глянцевая бумага. И, как обычно, три раздела. Вагон для сыпучих грузов. Работа на железнодорожном транспорте. И Рыбинский вокзал. А здесь уже фотография. Поддержанный зерновоз. РЖДшной приписки. Следующая страница. Рассказ об истории развития бункерных вагонов. Даже упоминается вагон НТВ, о котором мы как-то говорили в одном из роликов. Уже более современная фоточка. Правильный зерновоз. На роликовых подшипников. Номер начинается с девятки. И Двойдядник пришли посмотреть на эти вагоны. 77-й год. Переход к специализации. Прекрасная вайбовая фоточка. И даже представлена зеленая чмуха в правильном окрасе. И много-много хопперов. Технические характеристики вагона. Знаменитый Крюковский завод. Который, собственно, и стал производить современные хопперы. В этот раз в журнале публикован даже небольшой чертеж такого вагона моделистам в помощь. Хоппер в переводе с английского означает бункер. Добавлю от себя, что хопперами в английском языке называют не только бункера, но в отдельных случаях любые небольшие люки. Минутка английского от Покемоши. Вот она, очередная работа мастера Гампса. Который, надо полагать, долгие годы уже работает в Модимио. Что мы здесь видим? Гигантский агропромышленный комплекс. Рядом люди убирают культуры. И стоит газик 52-й или 53-й. И вообще вся картинка мотивирует заняться полезным трудом. Что касается открытки, хоппер модели 19752, а на этой стороне тираж 7700 экземпляров. Полноценная открытка, которую, конечно же, надо сберечь. Работа на железнодорожном транспорте. Ну, брат, в одной заметке ты мало что сможешь рассказать о работе на железнодорожном транспорте. Тем не менее, корреспондент постарался. Погрузка через люки в 30-е годы. Видите, вроде как крытый вагон, а в то же время хоппер. Здесь, надо полагать, представлен более углубленный взгляд на бункерные вагоны. Очередная ламповая фоточка 1975 года. Вагон для перевозки зерна. Традиционная заметка о железнодорожных вокзалах. Рыбинск-Пассажирский. Очередной паровоз серии L на постаменте. Заметка Вульфова? Нет, не Вульфова. В этот раз корреспондентом выступает Роман Молочников. И он продолжает рассказывать об истории отечественного вагоностроения. Немножко рекламы. Очерывание ушедшей эпохи усадьбы России. А сейчас будет очередной спойлер. И самый массовый вагон на железнодорожном транспорте. Полувагон. И это будет спецвыпуск номер 3. Ждем, когда в спецвыпуске появятся пассажирские вагоны. Желательно зеленый Аминдорф. Ставь лайк, если тоже хочешь получить от Мадимео зеленый Аминдорф. Нам предлагают собрать всю коллекцию 50 ежемесячных выпусков по истории в правильном масштабе с бесплатной подпиской и даже рельсами со скидкой. Что ж, очень интересный и познавательный журнал. Надо будет его внимательно почитать. А сейчас переходим к гвоздю программы. И вот он гвоздь. Хоппер. Спецвыпуск Мадимео. Наши поезда. Не терпится его распукорить. Ускоряем музычку. Готово. Откругой. Ой, ребят, он такой легкий. Ёлки. Прям легкий-прелегкий. Это, наверное, потому что у него рама такая узкая. Прытый примерно процентов на 60 тяжелее, чем хоппер. Ну да ладно. Давайте сначала посмотрим его без слов. Хопперы бывают открытые и крытые. Соответственно, для перевозки сыпучих грузов, которым пофиг на дожди, и грузов, которые сырость не любят. В этой связи наши герои очень похожи на полувагоны и крытые вагоны. Основная разница только в способе выгрузки товара. Первое впечатление очень даже достойно. Аккуратно сделано много деталей. Так же, как и в случае с крытым вагоном, здесь мы можем видеть различные надписи, что, конечно же, не может не радовать. Давайте начнем осмотр с крыши вагона. У реальных хопперов крыша сваривается из специальных дуг, которые потом обшиваются профильным листом. Здесь можно видеть имитацию этого профильного листа с реброме жесткости, 4 загрузочных люка, выполненные одной деталью, и специальный трап, по которым можно двигаться от одного люка к другому. И смотрите внимание к деталям. Мадимеву сумели воспроизвести специальные рычаги, которые взаимодействуют с этими люками. Вот такая крыша. Теперь торцы вагонов. Хопперы отличаются тем, что тормозное оборудование располагается не снизу, как на большинстве других грузовых вагонов, а именно в нишах торцевых стенок. И здесь можно видеть тормозной цилиндр, балансир, запасный резервуар, и где-то рядом должен быть сбоку... Ага, вот он виден, воздухораспределитель. Скорее всего, 483-й. Воздухан также мастерски воспроизведен, имеется двухкамерный резервуар, главные магистральные части, и вон даже сымитирован вертушок для изменения режимов работы воздухана. Сымитированы различные профили, как на торцах, так и на боковых стенках вагонов. С другого торца можно видеть переходную площадку и лестницу, с помощью которой можно подняться на крышу. Кстати, в реальном вагоне имеются еще внутренние лестницы, по которым можно спуститься внутрь вагона. А сможет ли джентльмен перечислить хоть часть грузов, перевозимых хопперами? Извольте, это не полный список. Зерно, мука, крупа, минеральные удобрения, комбикорм, цемент, щебень, торф, горячие окатыши, охлажденный кокс, технический углерод, гранулированный полиэтилен и что-то там еще. Сумеете дополнить список? Здесь, кстати, хорошо видна главная рама. Эдакая двутавровая балка со специальными вырезами, в которой также крепятся автосцепки. Кстати, автосцепки очень легко перемещаются и, как все модели у Мадимео, имеют высокую детализацию. Теперь боковые стенки вагона. Кстати, похоже разборный. Видите, вон тут шов имеется. Наверное, если открутить вот эти два самореза, то можно будет разобрать крышу. Радует, что воспроизведен не только номер вагона, но и всевозможные технические надписи. Вон зерно, знак роликлых подшипников, СССР, дата постройки указана и надписи для персонала. Сегодняшний пациент имеет восьмизначный номер, в отличие от спецвыпуска 1, где крытый вагон щеголяет семизначным кодом. Значит, Хоппер от 1984 года или позже. Именно тогда в МПС были введены восьмизначные коды. Сами разгрузочные бункеры выкрашены также коричневым, хотя на многих Хопперх они черные. Но если моделист хочет, бункера легко можно перекрасить и в черный. А вот так наш вагон выглядит снизу. Довольно-таки высокая детализация. Хорошо показан механизм разгрузки. Сами разгрузочные люки. Имеются вот такие штурвалы, целых три штуки. Слушайте, детализация вообще классная. Переходим к тележкам. Тележки здесь стандартные, модели 18-100, с вращающимися колесными парами. И также воспроизведенные очень детализированно и технически грамотно. Показана надрессорная балка, комплект пружин. Вон там видны тормозные башмаки, смотрите. Ну и, конечно, буксовые узлы. Даже показаны болты и крепления крышки буксы. Колесные пары имеют люфты, которые, вероятно, позволят тележке вставать и на пиковские рельсы, и на модемиевские рельсы. Ну что, прекрасно катится. Смотрите, друзья мои. Идеально просто катится. Теперь попробуем рельсы от Пико. О, тоже встал, смотрите. Пожалуйста. Правда, катится менее уверенно, но все-таки катится, смотрите, ребята. Небольшой исход. Ну, можно поставить на макет с обычными рельсами. Хорошо. Перед тем, как разобрать крышу этого вагона, давайте попробуем сцепить его скрытым. Мы прочитали, что эти вагоны, оказывается, могут даже сцепляться между собой. Вот, смотрите. Правда, сцепились. Они сцепились, они могут ехать. Надо же. То есть, получается, у Модимео имеются вполне себе функциональные автосцепки. Но давайте сейчас мы его разберем. Вот, открутили. Пытаемся теперь снять эту крышу. Внутри, правда, бункера, видите? Вот так он выглядит без крыши. Кстати, его можно так утяжелить. Например, если внутреннее пространство залить эпоксидной смолой, вот видите, вагон какой хороший, легко поддается апгрейду. Кстати, по окрасу, на наш взгляд, очень хорошо, что он немного отличается оттенком от крытого вагона, тем самым можно добиться большего разнообразия в подвижном составе. Если полувагон будет также отличаться оттенком от этих двух вагонов, будет еще круче. Впрочем, какие-то вагоны можно задуть матовым лаком, они будут уже не так блестеть, или вообще блестеть не будут. Интересная деталь. Кузова хопперов для перевозки горячих окатышей способны выдерживать температуру до 700 градусов по Цельсию. Это ж почти двойной запас для путешествий на Венеру. Да и Меркурий таким вагоном вполне по плечу. Отправляйся на Марс. Отправляйся на Марс. Можно и на Марс. В общем, друзья, товарищи, вагон-то что надо. Молодцы, Мадимео, что радуют нас столь интересной техникой за вменяемые деньги. Сколько уже грузовых составов можно строить? А когда выпустят полувагон, вообще будет топ. Напишите, пожалуйста, как вам эта модель? Хотите купить себе такую же или не очень? Оценивайте сам ролик. Да не забудьте проверить подписку на канал, прям не знаю. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.